У Беларуси и у Приньомы неуприватности активно працуются на керунку экологизированного земляробства. Парламентари створяются законодавчие акты для регулирования этой сферы. Темчасом новоколцы занимаются технологиями опрацовки глибы, находятся новые формулы препаратов для аховыраслён и удобрения у себя с приставкой «ЭКО». Ведется активная работа над техникой, которая допоможет не использовать химию при ведении земляробства. Катерина Бенедесюк протягнет. На плясуце кафедры механизации сельско-господарчей вытворчасти Гродзенского аграрного университета проходит опошняя наладка и проверка нового агрегата. На его створение потребилось больше за пять год. Приладу рыхтуют для працы на поле одного ЗСВК Шчучинского района. С ее допомогой глибу будут опрацовывать без выкористания пестицидов. Это агрегат универсальный, он выполняет более 15 технологических операций, то есть задача наша снизить пестицидную нагрузку. Это сегодня очень актуальная проблема в Белоруссии, потому что мы должны уже менталитет мышления поменять и производить экологизированную продукцию, по крайней мере стремиться в этом направлении, а не только объемы производства продукции. Натурально, что для працовки будут выкористовываться только биопрепараты. Их до слова поставляет минская фирма, якая у праоритет ставить экологичное землеробство. Усе препараты створаются на основе гумусных излучений. На сегодняшний день экологизированной технологией, интенсивной технологией внедряется прогресс вертелишки. То есть они на протяжении многих лет применяют азотные удобрения совместно с гуминовыми препаратами. Это позволяется уже на базе этого хозяйства создать органоминеральное удобрение. При совмещении минеральных удобрений и органических удобрений эффективность, усваиваемость минерального азота повышается на 35%. То есть здесь экономия азота и плюс еще повышение плодородия почвы. Усе механизмы агрегата заточены под экологизацию. Яны с Дольной опрацовывать усю профилированную поверхню хлеба механичным способом, что дозволить заменить химию. Он осуществляет потом обработку, уже довсходовую обработку картофеля или, если мы возделываем овощи, то допредпосевную обработку почвы, механическое уничтожение сорной растительности. И в процессе вегетации осуществляется ленточное внесение препаратов и объемное внесение биопрепаратов в почву. На Хродинщине идет поступовая работа по укоронению принципов экологизованного землеробства. Как показывает практика, иснуючая интенсивная технология выросчевания культур тягнут за собой не только измену уродливости хлеба и страты яе микробиологичной активности, а еще заражение водного и поветрного осяродя. Развитие экосферы землеробства, на думку эксперту, повинны развиваться за кошту коронения специальных технологий о процовке культур, які повысить уродливость хлеба и будут керовать продукционным процессом рослин. По коли потребным на керунку працуют только некольких из подарок в Хродинском, Мостовском и Шчучинском районах. Есть подобные приклады и сярод особных фермеров.